Еще 14 домов в Ридере могут уйти под землю. Сейчас специальная комиссия выясняет, есть ли пустоты под другими жилыми зданиями. А хозяйки, провалившегося в шахту дома, предоставят две квартиры. Как сообщалось ранее, женщина с грудным ребенком на руках едва успела покинуть дом, прежде чем он ушел под землю. Индира Кокимова разбиралась в причинах происшествия. Это шокирующее видео вмиг стало лидером по количеству просмотров в интернете. В считанные секунды частный дом в городе Ридер, Восточно-Казахстанской области, ушел под землю. Территорию сразу же отцепили на много километров от места происшествия. Жители соседних домов эвакуировали в ближайший санаторий. Люди даже не смогли забрать своих документов. Страшно вот это видеть своими глазами, как вот дом стоял, просто вот раз и все, нет. Анастасия Татарникова до сих пор не может понять, как осталась жива. Вместе с грудным ребенком она находилась в том самом доме. Вдруг послышался подземный шум. Я бежала, ребенка взяла, выбежала и все. Звонили во время того, что еще дом стоял, все вот эти вот шли. Звонили в МЧС. Но тем не менее, МЧС, насколько я помню, они, по-моему, самые последние приехали. По данным специалистов, дом стоял над шахтой компании «Касцинк». А между горными породами, под домом и над шахтой находился участок рыхлой земли. Предположительно, регулярные взрывы, проводимые в разных местах шахты, спровоцировали усадку грунта и под домом образовались пустоты. Тонкий слой верхней горной породы, не выдержав массы и колебаний, обвалился, утянув за собой дом. Возможно, такие же пустоты образовались под 14 домами Ридера. Их хозяева пока находятся в профилактории. Каждому руководство «Касцинк» пообещало по 200 тысяч тенге в качестве компенсации за причиненные неудобства. Что же касается жителей провалившегося дома, им взамен выдадут две квартиры. У них был трехкомнатный дом. Мы приобретаем одну однокомнатную и вторую двухкомнатную квартиры. Поскольку утрачено все имущество, то мы сделаем полностью ремонт в этих квартирах и оснастим их всем необходимым для жилья. В том числе и тем имуществом, которые утеряли пострадавшие. Яму диаметром около 30 метров и глубиной примерно 20 метров начали заливать бетонной смесью. На это уйдет порядка двух недель. А пока расследованием происшествия занялись прокуроры. Нарушение правил проведения горных работ, поврежденные тяжкие последствия. И по данному факту также создана следственная оперативная группа из часа лучших работников ДВД области, которые в настоящее время работают на месте, и также изучают техническую документацию. После произошедшего специалисты проверяют все прилегающие к шахтам территории. К слову, то, что дом находился прямо над шахтой – совершенно обычное явление. И таких поселков и городов в Казахстане – десятки. Но, как уверяют специалисты, случившееся в Ридере – все же большая редкость. И за нее виновные должны понести наказание. Ведь только по счастливой случайности дело обошлось без жертв. Индира Какимова, Кирилл Ефремов, Восточно-Казахстанская область.